Раз, два, три, все за стол. Раз, два, три, все за стол. Молодые приглашают все за стол. Три часа прошло, все под стол. Мы были... У нас был показательный брак. Ну, есть показательный брак на заводе. Когда вот выставка нашего брака. Вот у нас такой брак. Смотрите, какой... Вот сейчас одну деталь запорол. Я вообще только 20 из заготовок. Я и шаблон запорол. Да, это образ того показательный брак на заводе. А здесь такой... У музея брака есть. Это когда была популярная самокритика и... Самобичевание. Да, когда вообще... Главное критиковать себя. Когда все пороли, кто больше всех порол и на себя наговорил. По всему району езжу. А сейчас выступит наш самый главный бракодел. Ура! Я такая гадина. За 20 лет работы столько всего запорол. И до сих пор... И сына порол, и дочку порол. И до сих пор отдать не могу ничего. Да. Не буду пороть дальше и плю вам все глаза. Мне не стыдно, да. Какой молодец, что порезнал. Да потому что, нет. Потому что, если так честно добиваться на доску почета, это сложно. А лучше так что-нибудь запороть. У глаза. Да, глаза плюнуть через тебя. У всех я вас порол. Да. На лобном месте. И видал. И видал, да. По триумфальной аркой. Ну... Скручившись. Да. А это брак. Они по своему согласию. Их никто не заставлял. И дети. Ну не, у них звезды сошлись. Две звезды. Расчет и залет. Очень редко ж такое бывает. У него сошелся расчет. А у нее? И он как раз подшитал. А она агрономова. А он потому что... Вот мы с его ржали еще. А он говорит... Нам очень тайно говорить. Главное, значит, мен. Кого? По менам он еще был. Помню, что с паузой надо в офисе откупить. Мы с него ржали все. И он вычислил. А я наш как раз этого... Ну, у нас был... И он сразу и зоотехником работал. Потом его... Назал складом. По повышению поставили. Повышили, да. И иную дочку. Вот и он расчитал. Ну... А я на долетела. Четыре... И он в брак получил. Да так комбикорма. Спокойно. Комбикорма да. И они все же советчики говорят. Ну раз так. Вы отличная пара. Вот ваши глаза. Показательный, говорит, вам брак устроим. Да. А на оркестр не пожалеем. Всем в деревне... Да. За счет колхоза. В деревне еще из бус справим. А у нас как раз только нашими подшипными стал только этот... Не ликера. Это мы сегодня стали. Керамический его стал. Керамический комбинат. И он плитку делает. Керкыч. Унитазы ручной работы он делает. На самовыезд вас. Вот. И они взяли у нас подшипными. Наши предприятия. Потому что у нас плодовошная база еще есть. Ну ее хлопцы растащили там. Там не растащили, а покрыли. Там три района солянка отравилась в банках этой. Там в одну банку... Да, чуть-чуть. Чуть-чуть. Для запаха. Для кончинства. За место кариандра. Просто кариандр он натолкнули, там итальянцы проезжали. Ну... Они натолкнули взявленного крема. Да, да, да. Они сейчас запахами крема делают. Да, и еще... А за это... Раньше это не волновало, а сейчас... Они бартер, они кариандр на крем, а итальянцы их научили как узлы на бочинках от Версачо завязывать. Как узел от Версачо. Как бочинки макаронными завязывать они научили. Не, они просто сейчас запахом делают крем для обуви, потому что многие эти обуви сейчас лизают друг другу. Да, да. У Японии, у них принято, чтобы у начальника лизать. Ну, тут это упорядки вещества. Проходят 5-минуткой полизать. Так вот эта свадьба, они чуть рожей друг другу не раз били у кровь, спорили алкогольную делать или безалкогольную. Потому что раньше делали безалкогольную, так безалкогольные по 2-3 человека с района вообще кончалось нахер. Инфаркт. Соку захватил, а мне праником закусывать нельзя было. Нет, он соку захватил, а вековыми традициями там же водку надо. И он горько, сок, и... Это же однородный артист такой. Знаешь, он все время вот сходил на спектакль. И вот так 30 лет, а он, я забыл, или БДТ работал, или... Умхачи, или... Или БДТТ... Какого... Имени Станиславского или еще какого-то у них данщика. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. И он все время у него там, у них же, сэ... Это, знаешь, Джанин... Будка. Ну, не будка, как это называется. Буфет. Ну, типа буфета. Ему все время, он отыграя роль, пролезет и 100 грамм лупанет. А, я слышу, что это рассказывает. А потом ему воды подшучили. Подшучили, да. Сердце не выдержало такого. Сердце настроилось, а его обидели. Вот. Так они решили сделать алкогольную. Только с наливками. Без крепила. Говорит, сбелил нельзя и крепил. Говорит, только наливочки, ликерчики. А тогда как раз Амарета с города. Модная была. Ликор киви еще такой. Зеленый. А первые. А первые. А первые, это как его. Больше всех наливших молодых. И он наливки декустирует. И у него глаза почему-то наливаются. Оно красным как налилось. А он же. А джин от киви зеленым отдает. А другой. И он расшит его на этот дом, который они же построили там в районе нашего осинника. А он и дом новый построили. И он думал, ему дадут. А этот падла зоочерстник его проманил в дожке. И то, что дожка, конечно, не кокос. И он даже дом помечил. Даже по нашим меркам дожка не кокос совершенно. Ну как? Ну, не, в городске ему же и понравится. Понравится. Ей хорошо, что она на этой работает. Она на пасеке работает. А там их не разберешь. Они все покусанные были. Я думал, это она покусанная. А это она наоборот была не покусанная такая. Вот. И он-то расшит его как раз на этот дом больше всего. А потом дом его кинет. А тут возвращается сынок этого зоочерстника. И он от первого брака был. Он на отсидке был. После армии. У него, да, свои там мули были. Ну, свои мули были. Он же там из-за дедовшины пострадал. Ну, да. Только он дедом был. Она как раз пошла по армии. Вот эта вся тема. И всех сосажали. А он как? Дал одному там. Нашего района тоже. И на свадьбе он с ноги как этому дал. Ему же и до дома синий остался. И получилось. Он расшит его. Он расшит его. И бабу себе получил показательную. Вот ее только реально можно по телевизору показать. Единственное, может, все-таки итальянец это Фазрея, который хочет про нашу чернобыльскую зону снимать. Документальный фильм постановочный Мекангами. Да. Катастрофа человеческого тела три. Да. Говоришь, поищительный индивидуал. Нас берут как этими будем, мы рассказчиками. И в массовках. И в массовках, да. Как ети берутся там будут.